В истории с новыми для населения платежами за капитальный ремонт многоквартирных домов у большинства людей сейчас больше вопросов, чем ответов. То, что квитанции с этой статьей расходов придут собственникам квартир, уже в апреле сегодня заявили в Белом доме. В региональную программу не вошли только ветхие дома и строение с износом более 70%. А еще разработчики 30-летнего плана капремонта не исключают, что какие-то дома муниципалитеты могли не учесть и в будущем план будут дополнять. Тем, кто в списке есть в ожидании ремонта, придется раскошеливаться на 6,5 рублей с квадратного метра ежемесячно. В этом году на собранные с населения деньги обещают отремонтировать около 500 домов. Мы предполагаем, что мы приступим к капитальным ремонтам, в крайней мере начнем объявлять конкурсы в соответствии с положением, которое утвердим по порядку выбора подрядчика, где-то в июне месяце. В 2014 году должны в первую очередь быть виды работ, которые можно проводить и в осенне-зимний период. Программа в 800 листов уже есть на сайте жилинспекции и управления ЖКХ. И многие, заглянув в нее, скорее всего разочаруются. Из 13 тысяч домов конкретные сроки ремонта и виды работ не прописаны даже у половины. И получается, что некоторые собственники пока будут платить только за перспективы. Если в программе дом есть, значит появляется обязанность уплачивать. Еще один важный вопрос – выбор распорядителя средств. Закон предусматривает два варианта. Отдать деньги региональному оператору он дает возможность провести ремонт в кредит. Если домом управляет ТСЖ и ЖСК, можно заниматься капремонтом самим. В этом случае жителям сначала придется накопить всю необходимую для ремонта сумму, а еще подумать, на какие деньги обслуживать счет и самим отвечать за сохранность. Более ответственно подойти к выбору кредитной организации и не гнаться за теми процентами, которые могут предложить какие-то не совсем устойчивые финансовые структуры. Надо понимать то, что специальный счет владельцам его в любом случае выступает юридическое лицо. И как следствие данные накопления не попадают под систему страхования вкладов. Где будет хранить народные деньги региональный оператор, пока неизвестно. Банк будут выбирать на конкурсных условиях. Мы пришли к выводу, что наш счет регионального оператора и спецсчета, которым мы будем владельцами, мы будем открывать, наверное, все-таки в первые десятки банков по рейтингу. Не ниже точно, а может быть даже и в первые пятерки. В данном случае за процентами мы не будем гнаться. Мы будем гнаться, наверное, за надежностью и за сохранностью денежных средств. С выбором способа накопления собственникам квартир рекомендуют поторопиться. Средства домов, жители которых до 1 марта не определятся, будут переводиться на счет регионального оператора. Для разъяснения всех вопросов по капремонту Белый дом намерен провести выездные собрания во всех районах области. Оксана Любимова, Артем Горчаков, 6 канал. Субтитры создавал DimaTorzok